Всем привет, друзья! С вами Светлана, и вы наверняка ждёте новостей по Краснодарскому краю, в частности, по поводу карантина. Продлён он или не продлён? Так вот, ответить на этот вопрос до сих пор не предоставляется возможным, потому что только что выступал губернатор Кондратьев и сказал, что карантин продлевается до 18 апреля, но с небольшой поправкой, что внутри муниципалитетов Кубани, Краснодарского края, и отменяется режим карантина и заменяется на самоизоляцию. Вот что это значит, никто не понял, потому что, например, в Анапе пишут, что также без острой социальной необходимости выходить из дома нельзя, хотя, опять-таки, чем-то до режим карантина отличается от самоизоляции. Однако на, получается, официальном сайте администрации Краснодарского края написано, что не будет ограничений по передвижению, по перемещению внутри муниципалитетов. Сохраняется запрет, да, ограничения на переезд из одного муниципалитета в другой. Вот мне только интересно, вот, например, Витязи Ванапа, это один муниципалитет, или это уже два разных муниципалитета? Я вот этого вообще не могу уловить сути. Вот так сказать, что ничего не сказать, это надо постараться. Вот у меня послевкусие, потому что вроде как что-то карантин внутри отменили, да, у нас даже открываться будут ярмарки выходного дня, будут работать автомойки самообслуживания, но при этом передвигаться я так и не поняла, можно или нет, потому что в Ванапе пишут, что будет продолжать работать, получается, контроль, отряды контроля, и тогда смысл было нам делать какие-то послабления. Я вот уже вообще ничего не понимаю, могу ли я поехать в Ванапу, да, например, на машине, даже не пешком, да, самоизолировавшись в своей машине, не нарушая режим, да, самоизоляции от людей. Я вот просто этого не понимаю. Вы мне ответьте в комментариях, потому что мы-то думали, ну, продлят и продлят, мы даже не думали, да, какие-то послабления, мы были уверены, что его продлят, но теперь непонятно. Если вы уже делаете послабление, то вы объясните, для кого вы делаете, для чего вы ярмарки открываете, если на них, по сути, людям всё так же попасть нельзя. Да, эти объяснения, что вы имели в виду под вот этим вот передвижением внутри муниципалитета, будет свободным. Вот я этого просто не понимаю. Ну, а так всё осталось так же. Люди, которые будут прилетать из Москвы, из Питера в курорты Краснодарского края, да, будто в Краснодар, в общем, в наши аэропорты, их будут отправлять либо в обсервацию на 14 дней, либо на обязательную самоизоляцию. Но это больше касается именно тех, кто прописан в Анапе, да, например, или в Краснодарском крае, то есть у людей, у которых есть местная прописка. У кого нету местной прописки, их будут отправлять либо в обсервацию, либо по месту пребывания, но с обязательным указанием, где вы будете проживать, контактные ваши данные, телефон и прочее. В общем, вот так вот. Я ничего не поняла, не знаю, поняли вы или нет. Прикладываю вот постановление Кондратьева, чтобы вы немножечко тоже послушали, и, может быть, дали в комментариях мне ответ на вопрос, потому что я вроде человек грамотный, я вроде человек соображающий. Я понимаю, что если карантин, то нельзя, если самоизоляция, то, ну, изолируйтесь, но нет такого ограничения, как при карантине. Так что давайте послушаем, может быть, я что-то не так поняла. Уважаемые жители и гости края, Вот уже десятые сутки, наш край, мы с вами живем в режиме карантин. И я хочу сразу сказать, нам удалось, пусть не победить вирус, но стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в регионе. Нам удалось избежать залповой вспышки распространения коронавируса в крае. Я еще раз хочу выразить слова благодарности и признательности каждому из вас за терпение, выдержку, понимание. Нам теперь надо закрепить результат, которого мы все вместе добивались реализации карантинных мероприятий. Тем не менее, по настоятельной рекомендации врачей-инфекционистов, карантин будет продлен до нуля часов 18 апреля. И, скорее всего, продлеваться больше не будет. Но с нуля часов 12 апреля карантинные меры внутри муниципалитетов будут заменены на меры самоизоляции. Будут открыты ярмарки выходного дня, продуктовые рынки, станции технического обслуживания и автомойки самообслуживания. И вы в муниципалитетах уже с нуля часов 12 числа будете жить в режиме самоизоляции. Однако запрет на передвижение между муниципальными образованиями края в рамках карантина будет сохранен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...